Физкульт привет, друзья! В прошлый раз мы с вами поговорили о специальной разминке, о разминочно-подводящих упражнениях. Как правильно делать разминку, подвести себя к рабочим весам для того, чтобы не утомиться. Если вы вдруг не смотрели, обязательно посмотрите, потому что это будет помогать вам прогрессировать. Ведь большинство из тренирующихся в зале совершают подобную ошибку, когда разминка превращается уже непосредственно в работу. А это неправильно и такого не должно быть. Сегодня мы поговорим с вами еще о одном секрете. Я рассказывал о нем и в ранних видео, и в статьях, и в книгах более подробно об этом. Но еще раз расскажу, потому что вопросы приходят, и я вижу, что многие люди неправильно это делают. И поэтому возникают очень часто вопросы, как можно тренироваться, укладываться в час. Друзья, поверьте, можно прокачать две мышечные группы и уложиться даже в 40 минут. Ничего в этом нет страшного. К примеру, смотрите, вы тренируете бицепс и грудь. Точнее, грудные и бицепс на одной тренировке. И, к примеру, у вас три упражнения на грудь, три упражнения на бицепс. Возьмем такой классический, как все привыкли тренироваться. Хотя на многих уровнях это тоже не совсем правильно. И если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, как вы тренируетесь. Разберем этот вопрос тоже более подробно. Сегодня конкретно о том, как правильно сокращать время тренировки. Но не сокращать его в убыток себе, а наоборот. Это будет нам хорошим таким профицитом. Мы будем получать бонусы от этого. Вот, смотрите. Вот, смотрите. У нас есть три упражнения на грудные мышцы. К примеру, это, как у большинства бывает, жим штанги лежа или горизонтально, неважно. Затем что-то делаем с гантелями. И в конце отжимаемся на брусьях. Это, в принципе, хорошая, классная, можно сказать, идеальная тренировка для грудных мышц. Как делает большинство? К примеру, три рабочих подхода есть для каждого упражнения. Это у нас девять рабочих подходов. И человек сделал общую разминку, естественно. И когда он начинает делать разминку, уже непосредственно специальную разминку, к первому упражнению на грудные мышцы, это жим лежа, он делает три-четыре, если хороший, грамотный, адекватный тренер был, объяснил, что как нужно. И после этого начинает делать уже три рабочих подхода. Не важно, как, мы сейчас не говорим с повышением веса или с опусканием веса, это абсолютно не важно. Три рабочих подхода. Затем он идет делать грудные гантелями. Не важно, разводка, жим, тоже здесь не суть. Суть в том, что многие начинают делать опять разминку специальную и подводящий подход, один, два, три, к второму упражнению на грудные мышцы. Так вот, друзья, если у вас больше, чем одно упражнение на одну и ту же мышечную группу, то разминка, разминочно-подводящие упражнения, извините, подходы, должны быть только в первом упражнении на рабочую мышцу. Другими словами, сегодня, когда мы качали грудь, разминочно-подводящие подходы, специальная разминка, необходима только в первом упражнении, в жиме штанги лежа. Затем, когда вы переходите для проработки грудных мышц, неважно, с гантелями, в тренажерах, вам разминка уже не нужна. Вы можете и должны сразу приступать к работе. Представляете, сколько времени вы экономите на этом? То же самое для бицепса в этот же день. Разминочно-подводящие подходы, специальная разминка, вам нужна и необходима только в первом упражнении на бицепс. И это, друзья, касается абсолютно всех мышечных групп. Как бы, чтобы вы не тренировали ноги, там у кого 4-5 упражнений, вы тоже, друзья, разминку делайте только в первом упражнении. Посчитайте, сколько времени, сил вы сэкономите. Но, что самое главное, тренировка пройдет более успешно, более качественно. И отдача от этой тренировки в разы будет лучше, чем то, как вы тренировались раньше, как вы привыкли. Надеюсь, друзья, вам помогают мои советы. Не забывайте ставить лайк, если нравится, если не нравится, дизлайк. Я не говорю, чтобы вы подписывались на канал, потому что кому кажется информация здесь полезная, вы и так подпишитесь, если вы адекватный человек, за что вам спасибо. Нажмете на колокольчик, огромное спасибо, это тоже помогает развиваться каналу. Но самое главное, друзья, пишите комментарии. Огромная просьба, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях. Тем более, есть конкурс, тем более, вы знаете, что я на все ваши вопросы отвечаю, на многие снимаю видео. Комментарии действительно помогают. И, друзья, многие пишут комментарии, когда только чем-то недовольны. Не стесняйтесь благодарить. Нам это тоже очень приятно, тем, кто делает для вас тот или иной контент. Увидимся уже очень скоро. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд.